Здравствуйте, в эфире вечерние новости на телеканале ЖТСУ в студии Айслу Жандосова, сурдоперевод Деврияна Абдрасилова. Теперь казахстанцы могут оставлять или не оставлять отпечатки пальцев при получении документов, удостоверяющих личность на свое усмотрение. Сенат утвердил изменения, касающиеся данного закона. Отметим, что ранее при составлении документов, удостоверяющих личность, в обязательном порядке существовала норма прохождения дактилоскопической регистрации. Но этот пункт был отменен до следующего года. Теперь граждане могут оставлять свои отпечатки пальцев на добровольной основе. Но эта норма остается обязательной для иностранцев, моряков и казахстанцев, достигших 16-летнего возраста. Кроме того, теперь гражданам придется получать ИИН только в Центре обслуживания населения. Отметим, что ранее такой номер выдавался людям по доверенности. В 118 странах мира применяется подобная биометрическая регистрация. Например, в чипах паспортов в Германии с 2003 года внесены биометрические данные граждан. В Турции с 2009 года иностранцы, получающие гражданство, регистрируются со всеми биометрическими и дактилоскопическими данными. В Алматинской области прошла региональная конференция по развитию институтов медиации в Казахстане. Отметим, что медиация – это форма внесудебного разрешения спора с помощью третьей нейтральной и беспристрастной стороны, то есть медиатора или, так сказать, посредника. Цель данной конференции – выявить проблемы в развитии медиации в регионе и найти способы их решения. В конференции приняли участие председатель Ассоциации Международной Академии Медиаторов Сабржан Калмухамбетов и эксперт-медиатор Азамат Нурлубеков. Они провели лекции гражданам, работающим в сфере переговоров, поделились опытом. Стоит отметить, что мероприятие проводится в рамках проекта Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Правовое информирование населения и обучение общественных медиаторов. Работа в рамках проекта будет продолжена в районах и населенных пунктах Алматинской области. К нам приехали спикеры из Астаны, точнее сертифицированные медиаторы, тренеры из Ассоциации Международной Академии Медиаторов и Объединения Юридических Лиц. Всего в Алматинской области у нас имеются 26 медиаторов, 2 профессиональных и 24 социальных. Также каждую четверть у нас проводятся дни открытых дверей. Вместе с тем, нами до этого времени было проведено порядка 80 консультаций в помощь населению и заключены 3 договора по оказанию услуг по медиации. В новом году начинается третий этап всеобщего декларирования. Напомним, с 2021 года на территории Казахстана проводится поэтапное вхождение граждан в систему всеобщего декларирования. С 1 января 2024 года наступит третий этап декларирования. Обязательства по предоставлению декларации об активах и обязательствах возникнут у представителей бизнеса, учредителей и их супругов. Подробнее в материале нашего корреспондента. В первом этапе декларацию предоставляли государственные служащие, приравненные к ним лица и их супруги. В Алматинской области в этот период предоставили декларацию более 36 тысяч физических лиц. Второй этап наступил с начала текущего года и в систему всеобщего декларирования вошли работники бюджетных организаций и квази-государственного сектора, где по региону данные предоставили более 128 тысяч граждан. А также около 17 тысячам лицам выставлены уведомления о непредоставлении декларации в срок, установленным налоговым законодательством. Из них 823 физических лиц привлечены к административной ответственности. По Алматинской области всего зарегистрировано 151 тысяча юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2024 они будут обязаны подать декларацию по всеобщим декларированию. Обязанность по предоставлению декларации также коснется индивидуальных предпринимателей и руководителей ТО, имеющих статус бездействующие. По Алматинской области их количество составляет 3693. Если вы относитесь к вышеуказанным категориям лиц и не осуществляете, либо приостановили предпринимательскую деятельность, то специалисты налогового органа рекомендуют подать заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения ИП или ТО. Отметим, что проверить, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем, либо руководителем юридических лиц, приостановившим деятельность, или находитесь в списке неблагонадежных налогоплательщиков, можно по ссылкам электронных сервисов, интернет-ресурсов Комитета государственных доходов. В этой форме указываются наличные деньги, зарегистрированные имущества за пределами Республики Казахстан, денежные средства, которые находятся в иностранных банках, также акции, все финансовые и производные инструменты. На сегодняшний день проводится широкомасштабная работа по разъяснению представлений декларации по всеобщему декларированию, а также еженедельно по средам проводится зум-конференция, где разъясняется, как нужно представлять эту декларацию. Декларация формы 250 предоставляется в органы государственных доходов срок не позднее 15 июля на бумажном носителе 15 сентября в электронном виде посредством веб-приложения «Кабинет налогоплательщика» или мобильное приложение «Есалык Азамат» и «Гофмобил Халык». Обращаем внимание, что после предоставления в 2024 году формы 250 с 2025 года данные лица должны ежегодно предоставлять декларацию о доходах и имуществе, а это уже форма 270. К слову, за несвоевременное предоставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года штраф в размере 15 мрп. Всякий труд нужно уважать. Такого мнения придерживаются и сотрудники Алматинского областного центра трудовой мобильности. В поддержку работников коммунальных служб, которые трудятся на улицах в летний зной и зимнюю стужу, их обеспечили горячими чаем и сытными перекусами. Всего 50 человек. Рабочие, возводившие главную елку города, тоже не остались без внимания. По словам активистов, такая мера направлена на то, чтобы помочь рабочим и научить молодое поколение ценить труд других. Сотрудники центра хотят, чтобы такие теплые подарки продолжили вручать все желающие, независимо от праздничных дат и особых случаев. Ведь простое человеческое внимание и участие необходимо каждому. Из-за резких похолоданий, обильных осадков и суровых условий труда у рабочих, которые чистят городские улицы, работа не в пароворот. Их труд напрямую направлен на благо горожан. А потому мы решили отблагодарить их, подарить им немного заботы и тепла в столь холодное время года. Ведь люди должны заботиться друг о друге. Алмазы образуются под высоким давлением. Такова жизненная позиция жителя Алматинской области Калсына Кожахметова, посвятившего 40 лет своей жизни в сфере образования. О человеке труда, который обучает детей музыкальному искусству, наш следующий сюжет. Калсын Кожахметов в своё время окончил Балхашско-педагогическое училище и университет имени Жан Сугурова. Свою трудовую деятельность он начал в 1981 году в школе-гимназии села Алмалбак. Уже на протяжении 42 лет педагог обучает школьников тонкостям музыкального искусства, помогает оттачивать талант. В этой сфере я работаю уже много десятилетий. Эта профессия мне по душе. Мне нравится учить и работать со школьниками. Каждый раз я стараюсь провести занятия увлекательно, чтобы детям было интересно поощрять мои занятия. Среди моих учеников немало ребят, кто хотел бы заниматься пением профессионально. По инициативе Калсына Кожахметова в школе был открыт вокальный кружок, руководителем которого он сейчас является. Любой школьник, интересующийся музыкой, может получить здесь необходимые знания, постигать тонкости искусства вокала и развивать музыкальный слух. Стоит отметить, что большая часть воспитанников Калсына Кожахметова занимает призовые места на международных и республиканских творческих конкурсах. Калсын Кожахметова всячески старается прививать детям любовь к музыке. Он один из тех учителей, кто искренне предан своему делу и вкладывает душу в обучение детей. Под его руководством в школе действует кружок вокала. Наши учащиеся уже не раз показывали высокие результаты на всевозможных конкурсах. По словам Калсына Кожахметова, самое главное – это не ошибиться в выборе профессии. Ведь работа должна не только приносить удовольствие, но и пользу людям. Алматинская областная общественно-политическая газета «Нурла-Ульке» в этом году исполняется 15 лет. В честь этого события в Кунаевской городской библиотеке прошло торжественное собрание, в котором приняли участие руководство, сотрудники и ветераны редакции, которые рассказали об истории печатного издания и обсудили перспективы дальнейшей деятельности газеты. Алматинская областная общественно-политическая газета «Нурла-Ульке» вначале была городским изданием, освещающим события в городе Кунаев с 2008 года. С 4 февраля текущего года газета начала публиковаться на уровне области, расширив свою аудиторию. Это первое издание на казахском языке, которое активно пропагандирует политическую деятельность, тем самым привлекая новых читателей. «Я пришёл в эту газету 18 января 2010 года, когда ещё был острый дефицит специалистов. Тогда и не было газеты на казахском языке. Большинство газет на русском языке сосредоточились на размещении рекламы, поскольку не было издания, освещающего политику города. Пришлось мне взять на себя эту ответственность». На юбилейном собрании печатного издания, которое в последний год активно освещает новости Алматинской области, корреспонденты газеты отметили прошлые достижения и с гордостью поделились планами на будущий год. Главный редактор выразил намерение предпринять ряд мер по развитию сайта газеты в ближайшем будущем. Сегодня ряды пишущей братья пополнились молодыми специалистами, которые вкладывают силы и знания в повышение качества печатного издания. «Мы разрабатываем новые планы на будущее. Одна из наших главных целей является открытие веб-сайта, где будут размещены все материалы. Более того, мы планируем открыть отдельную страницу в Инстаграм, чтобы дополнительно продвигать наш контент и привлекать новую аудиторию». Благодаря общим усилиям и читательской поддержке газета действительно процветает. Издание выходит один раз в неделю. Все ее сотрудники намерены сделать газету еще лучше, поэтому работают не покладая рук, применяя разножанровость. Республиканский вечер поэзии Алла Таудан Ахкан Жир, посвященный 85-летию со дня рождения Мукатая Жылкайдарова, прошел в Доме культуры города Кунаев. Отметим, мероприятие организовано Объединение музеев Алматинской области. Цель вечера – популяризация и возрождение памяти выдающегося поэта, который оставил неизмеримое наследие в развитии казахской литературы. Мукатай Жылкайдаров – талантливый поэт, шедший по стопам легендарного Мукагали Мукатаева. Своими яркими острыми стихами мгновенно завоевал признание литературного сообщества. Его стихи состоят из амбиций, пропагандирующих любовь к стране и родной земле. Цикл стихов для Мукагали, поэма «Монолог Мукагали», а также произведения, посвященные исторической саге «Каркара» и другим темам, возвысила на вершину творческого пика и сделала его одним из выдающихся поэтов. В рамках мероприятия родные и близкие поэты рассказали о жизнедеятельности Мукатая Жылкайдарова и поделились теплыми воспоминаниями с гостями памятного вечера. Гостям вечера, в свою очередь, представилась уникальная возможность не только познакомиться с превосходными стихами поэта, но и насладиться их искренним и выразительным исполнением на сцене, которое сопровождалось бурными аплодисментами. Поэзия – это сфера, в которой открывает себя душа, открывает, что ее волнует, что трогает, что заставляет трепетать. Размышления автора о смысле жизни, о предназначении каждого из нас, о взаимоотношениях между людьми, о необходимости творить добро, наполняя все окружающее позитивной энергией, оберегая друг друга и природу – главная мысль, заложенная в стихах Мукатая Жылкайдарова. По поручению министра внутренних дел Республики Казахстан под председательством начальника департамента полиции Алматинской области проведено совещание по созданию Совета наставников. В заседании приняли участие руководители самостоятельных управлений и территориальных подразделений ведомства и ветераны ОВД. Наставничество является одним из важнейших направлений в закреплении воспитательной работы служебной дисциплины среди личного состава. В этой связи голосованием ветеранов председателем Совета наставничества назначен генерал-майор Нур-Ахметов Сагатбек, его заместителем Алпызбаев Калежан, секретарем Совета Тулмбекова Кульсара. В целом в состав вошли более опытные ветераны полиции региона. Кроме того, за каждым районом в продолжении преемственности поколений закреплены ветераны-наставники, которые поделятся своим опытом с молодыми полицейскими и окажут помощь в деятельности областного департамента. Основной задачей наставничества является обучение новобранцев, ускорение процесса их профессионального становления и развитие умения качественно выполнять задания в оперативной деятельности. Как показала практика, молодым сотрудникам, прибывшим на службу в полицию, все же необходима методическая и практическая поддержка от более опытных сотрудников. Также наставничество позволит укрепить связь со старшим поколением касательно этической составляющей. Так необходимы сегодня для поднятия имиджа полицейской службы. Во время встречи были затронуты вопросы совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных специальных госорганов, межведомственной координации, самостоятельности ОВД, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения. Больше 20 тысяч пациентов в Кызлардинской области не получают необходимых лекарств, которые должны выдаваться бесплатно. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки, передает 24КЗ. В Каркаролинске ищут волка, который покусал двух женщин. Одна из пострадавших получила множественные глубокие укусы. Об этом и не только. Смотрите далее. В Каркаролинске сотрудники правоохранительных органов и ветеринары ищут волка, который ранним утром на окраине города покусал двух женщин. В полиции подтвердили, что на людей напал именно волк. Одна из пострадавших получила множественные глубокие укусы. У второй пострадала рука. Многие родители в городе решили пока не отпускать детей в школу. Местная жительница сфотографировала волка, который находился среди группы бродячих собак. В Казалинской районной больнице почти 3000 человек не получили нужный объем препаратов. 400 больных и вовсе остались без господдержки. Также установлено, что сотрудники девяти медучреждений не имели спецодежду и средства индивидуальной защиты. Нарушения, выявленные в кадровой системе. Больше 20 медиков были приняты на работу без соответствующей квалификации. В итоге дисциплинарной и административной ответственности привлекли 242 человека. Другая частная клиника пыталась заработать за счет госбюджета. Без разрешения самих жителей зарегистрировала у себя 1300 человек. В случае регистрации этих людей в частной клинике государством предусмотрено выделение 31 миллиона тенге. После проверки нам удалось предотвратить нарушение и безосновательную трату бюджетных средств. Немецкие ученые обнаружили в елках ядовитые вещества. В Пакистане для борьбы с загрязнением воздуха смогом впервые воспользовались искусственным дождем. Эти и другие новости мира далее в сюжете нашего корреспондента. Ядовитые вещества в елках обнаружили немецкие экологи. Специалисты проверили деревья в точках продаж и непосредственно у производителей. Результаты лабораторных исследований показали, что две трети хвойных деревьев загрязнены пестицидами. В их числе вещества, которые запрещены в Евросоюзе. Непосредственной опасности для человека они не несут. Однако необходимо регулярно проветривать помещение, где стоит рождественская ель, рекомендуют ученые. В Пакистане впервые использовали искусственный дождь. Специально оборудованные для этого самолеты облетели 10 районов города Лахора, который часто называют одним из самых загрязненных в мире. В правительстве заявляют, что устройство Пакистан получил от Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь специалисты занимаются сбором данных по эффективности искусственного дождя. В последние годы в Пакистане ухудшается качество воздуха. В атмосфере собираются испарения дизельного горючего плохого качества и дым отжигания сезонных урожаев. В УАЭ часто используют искусственный дождь для борьбы с засухой. В Пакистане эти меры помогут с очищением воздуха. На полуострове реки Анес в Исландии в результате землетрясения началось извержение вулкана. В атмосферу поднимаются огромные столбы пепла и дыма. Хлынули потоки раскалённой лавы. Ранее ожидалось, что вулкан проснётся, поэтому власти эвакуировали жителей близлежащих населённых пунктов ещё в прошлом месяце. Но к моменту извержения вулкана в районе ещё оставались люди. Им приказано в экстренном порядке покинуть город Гриндавик. Хондоз Нурмухан Бетова по материалам интернет-ресурсов. Подведены итоги Жанна Белес-2023 в Алматинской области. 150 победителям соревнований были вручены почётные грамоты областного управления физической культуры и спорта и денежные сертификаты. Подробнее о торжественном мероприятии расскажет наш корреспондент. Участники встречи в Центре социальной поддержки «Равное общество» паралимпийцы высказались о необходимости не сдаваться перед трудностями, не поддаваться отчаянию и всегда стремиться к вершинам. Их путь к спорту был индивидуальным и разнообразным. Например, Азамат Наругалиев потерял обе ноги, а также получил травму руки 10 лет назад. Однако, благодаря своей силе духа и настойчивости, он смог продолжать активно заниматься плаванием. А затем стал успешным участником армрестлинга, став двукратным чемпионом мира. Я в 2021 году участвовал в соревнованиях по армрестлингу, который проходил в Румынии. Хотя я тогда пришел с проигрышем, но набрался хорошего опыта. В 2022 году, выступая в Турции, занял первое место. В этом году чемпионат мира проходил в Казахстане, где занял также первое место. Сегодня я получил звание «Спортсмен года». В Алматинской области с 2022 года успешно функционирует Дирекция развития спорта для лиц с ограниченными возможностями. В данной организации зарегистрированы спортсмены, которые нуждаются в особом уходе и поддержке. Стоит отметить, что за год число зарегистрированных спортсменов значительно выросло – с 350 до 545. Что говорит о повышенном интересе и активном участии в спортивных мероприятиях со стороны данной категории людей. Сегодня были награждены 130 лучших спортсменов, которые достойно представили Алматинскую область в спортивных соревнованиях. В текущем году спортсмены Алматинской области завоевали 326 медалей. Из них 140 – золотые, 92 – серебряные и 94 – бронзовые. А шесть спортсмены показывают отличные результаты на чемпионатах мира и Азии. Учреждения занимаются 27 видами спорта. Из них 15 – паралимпийцы, 4 – не паралимпийцы и 8 – сурдалимпийцы. По словам директора Дирекции развития спорта для людей с ограниченными возможностями, интерес особенных людей к спорту возрастает с каждым годом. В городе Алматы прошел чемпионат мира по армрестлингу. Порядка 40 спортсменов Алматинской области завоевали лицензии, и 38 участников удостоились призовых мест. В настоящее время у нас в дирекции 11 спортсменов являются чемпионами мира. Цель этих спортсменов – пройти квалификацию на паралимпийские игры в Париже в 2024 году и выступить на сурдоолимпийских играх в 2025. Несмотря на ограничения, которые они имеют, специалисты уверены, что их возможности не ограничены. Карина Закриева, Кундуснур Мухаммедова, Мируэт Кадарбайказа, Берек Актан, телеканал ЖТСУ. Футбольный клуб «Кайрат» примет участие в зимнем Кубке премьер-лиги в Объединенных Арабских Эмиратах. Тем временем в зимней юношеской олимпиаде в Южной Корее примут участие более 40 казахстанских спортсменов. Об этом и о проведении в городе Алматы турнира «Падзюдо» среди мужчин в выпуске спортивных новостей. Казахстан «Женус Кап» – под таким названием в Алматы впервые состоится международный командный турнир «Падзюдо» среди мужчин. Соревнование придется во Дворце спорта имени Балуана Шулака. На сегодня для участия в первенстве зарегистрировались 17 клубов из Казахстана, Турции, Испании, Монголии, Франции, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Грузии. По правилам команды будут встречаться друг с другом в каждой из пяти весовых категорий по круговой системе. Из мировых звезд дзюдо выступят призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Азии. Общий призовой фонд турнира «Женус Кап» составляет 100 тысяч долларов. Самый популярный казахстанский футбольный клуб «Кайрат» из Алматы получил приглашение на участие в товарищеском турнире, которое пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года на полях Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо легендарного казахстанского коллектива, в зимнем кубке премьер-лиги покажут свое мастерство не менее известные российские команды «Спартак», «Ростов», а также самый титулованный клуб Эмиратов «Шабаб-аль-Ахли». По сведениям некоторых источников, алматинская дружина в 2024 году нацелена завоевать золотые медали чемпионата КПЛ и уже начала подготовку к намеченной цели одной из первых среди казахстанских команд. Хрина Закрива по материалам интернет-ресурсов. А это были все новости на сегодня. А мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok